Друзья, привет! Салудин Буковина! Слава нации! Слава Украине! Полянитя! Укрзалязниця! Ванька Встанька! Что еще там треба сказать? Короче, всем адекватным людям привет! Друзья, вот смотрю я последнее время украинских блогеров с Харькова, с Киева, с Крыма, с Закарпатии. Ну, вы поняли, к чему я веду? Эти все блогеры они из Украины, друзья. Смотрите, как я думаю. Лично для меня Украина, это страна начинаючи от Закарпатия до Донецка. От Чернигова, Киева, да? Как Пивдень до Крыма. Вы поняли, да? Все, у кого есть гражданство, есть паспорт Украины, все украинцы, друзья. Объясняю просто. Всем людям, которые хотят поделить нас, но у вас ничего не получится. Мы едины. Мы дружны. Мы дружный народ. Меня спрашивают, почему я веду свой блог на русском языке. Я вам расскажу. Я веду на русском языке, бо есть языки, ну, как я думаю, универсальные. Если б я знал английский язык в досконалости, или как, перфект, то я бы вел свой блог на английском языке, друзья. Бо английский язык, я считаю на первом месте по универсальности. Но я не знаю, на втором месте или не на втором месте. Но вот этот язык, на котором я говорю сейчас, я тоже считаю универсальным. Меня смотрят из Казахстана, из Киргизистана, из Белоруссии, из Литвы, друзья. Из Германии меня смотрят. Но я смотрю статистики. Меня больше смотрят друзья, друзья. Люди, которые не подписаны на мой канал. Друзья, подпишитесь на мой канал, пожалуйста. Что вам падла? Мой канал без этих донатов, без политики. Ну, сейчас вот минуточку вам расскажу. Ну, одно видео и все. Чтобы вы раз и навсегда поняли, что я думаю. Мы живем, ну, я уже живу 30 лет своих сознательных в этой стране. И тут никто никого не делит. Мое последнее слово, друзья. Не делите друг другу. Не ставьте ярлыки. Пожалуйста, я вас заклинаю. Не играйте ни другу на руку. Мы все в первую очередь люди. Планета Земля. Друзья. О, еще. Вот моя мысль. Ну, это моя мысль. Я в интернете прочитал. Но я думаю, что этой мысли быть. Я считаю, что есть три, а может и больше вещей, которые разделяет человечество на этой планете, друзья. Это условные границы государств. Вот. Если смотреть из космического корабля, на планете нету вообще никаких границ, друзья. Это все просто формальности границы государств, друзья. Знаете? Вот. Здесь мое, здесь твое. Потом религии, друзья. Религия – это тоже очень страшное оружие, друзья. Ты вот не то веришь, ты не туда ходишь, друзья. Верьте в единого Бога. Верьте, ну, просто в Бога, друзья. Религия – это, ну, как вам сказать. Если религия учит чему-то хорошему, значит, ей быть, друзья. Ну, не надо вот кому-то там навеивать, там, где ходишь, как ходишь, шо ходишь, блин, не той рукой хрестился, не стал на колени, не то сё. Это самое. Если религия учит добру, значит, это хорошая религия, друзья. И в третьей, друзья, это национальности. Смотрите, на планете Земля есть человечество, да? Человек, человек, человек. Есть два глаза, один нос, две руки, две ноги. Просто так, вот смотрите. Вот если есть болезнь, рак, она, шо, имеет национальности? Короче, вот третье, шо нас разделяет, это национальности. Национальности, национальности. Во-первых, мы все люди Земли, планеты Земля, друзья. Вот как я думаю. Я вот за общий, может кто-то скажет, что я глобалист или как это самое. Я не глобалист, я просто за здравый смысл, друзья. Вот это ты вот такой, ты не такой, ты вот той национальности, не той национальности. Просто капец. Может, я что-то не понимаю, объясните мне, пожалуйста. Есть просто, знаете, как поговорка. Нет плохой национальности. Есть просто плохие люди, друзья. Плохие люди. Вот. И кто-то этим пользуется, и нас просто делят, друзья. Так что не ставьте ярлыки, я вас прошу, не ставьте ярлыки друг друга. Давайте жить дружно. Дружно жить. Простому народу, простому народу, вот так как я, нечего делить, друзья. Вот это вот власть на планете, вот. Я имею в виду не за ту власть одной конкретной страны, за мы, вот как мы, простой народ. Нам нечего вообще делить. Вот эти черти, как она называется, парламент, вот они начинают, знаете, что-то они там 20-30 людей не поделило, или двое людей не поделило между собой, там, влияние или что там, или у них какие-то психологичные травмы. А страдают вот простой народ. Простой-простой. Вот подумайте, блин. Вот. Просто, блин, вот. Простому народу села. Что одному, что другому. Нечего делить вообще. Это моя мысль. Это мое личное мнение. Я никого не, как, ни к чему не призываю. Будьте разумны. И так, друзья, привет из Украины. Привет из Буковины. Ось. Вы что думали, что я не могу говорить на украинской мове? Ха! Обломайтесь. Я могу говорить, друзья, на пятих мовах. На пятих мовах, друзья. Ну, правда, пята мова – это английская мова. И у меня английская мова – so-so. Может, пять процентов. Я понимаю, но разговаривать не очень у меня получается. Ось, я сегодня записываю такое маленькое, но не маленькое видео. Хочу поздоровить своего 500-го подписника на мой канал. Лояльный канал для адекватных людей, для украинцев, для всего света, для нормальных людей. Назарий Єванюк з міста Калош. Уи-и-и-и. Я тебе, друже, вітаю. Вибач, що так долго оце от трошки були обставини. Я не міг відправити тобі подарунок, але я думаю, що цей подарок тобі принесе задоволення маленьке. Так що я тебе вітаю. Бажаю тобі здоров'я. Бажаю тобі успіхів. Мирного неба над головою. Тобі і твоїй сім'ї, твоїм близьким, рідним. Ось, главное тут зараз не затупити. Ось так от. Да, друзя, місто Калош, Івано-Франківська область. Ось, мій 500-й підписник. Так, зараз не затупити. Бачите, у мене дежі руки тримтять. Пробуємо. Може, щось не криво, але це прямо хендмейд своїми руками. Ось так от. Так, до речі. Ось, це мій канал, друзі. Хтось питав мене уже за... От, об'ясняю. Раз і назавжди, друзі. Дивіться, це моя фамілія. Знають, як в тому кіні. Моя фамілія сліжком ізвєсна, щоб я її називав. Друзі, дивіться. Моя фамілія Русу. Це румунська фамілія. Я цим пишаюсь. Моя рідна мова, яка я говорю з моїми батьками, з моєю сестрою, з моїми друзями. Це румунська мова. Але я знаю державну мову і чого і вам бажаю. І не треба тут розказувати сказки, що я щось не розумію. Ось. Ось така от кружечка їде в місто Калуш. Мому 500-му підписнику Назарі Іванюк. Можете вбити в інтернеті. У нього є свій канал. Підписуйтесь на нього. І на мене. Ну все, друже. Гарних тобі подорожей. Ось. Так що, друзі, підписуйтесь. Думайте позитивно. Ні діліть одне одного. Бо якщо ми будемо ділити по-різним, то настане біда. Друзі, настане біда. Так що, друзі, підписуйтесь. Ставте подобайки. Все. Пока-пока. Коли все були рівні, на світі б не було війни. В противоположність Кату Кроп, філософ, он предлагає, щоб при объявлении війни устраивалось нещо вроде народного празднества с музикою і с входними билетами, як во время бой біков. Затем на арену должны выйти министры і генералы враждуючих стран в трусиках, вооруженній дубинками, і пусть вони схватяться друг з другом. Кто останеться в живых, об'явить свою страну победитницей. Це було б проще і справедливіше, чем то, що делається здесь, де друг з другом воюють зовсім не те люди.